Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, уважаемые друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии Роман Шахов. У нас очередной концертный зал. Вы знаете, октябрь наступил, и хотелось бы как-то теплее себя чувствовать, солнечней. И мы, конечно, думаем, что же делать в этой связи. Мы смотрим, кого можно приглашать, и делаем вот наилучший, как мне кажется, выбор в данной ситуации. Встречайте в концертном зале Страны ФМ «Забава». Добрый вечер. Привет. Да, я не одна сегодня. Здравствуй, Алиса. Итак, расскажи, пожалуйста, кто эти забавные музыканты. Это мои любимые музыканты. Они со мной уже очень давно. Альберт, наш пианист. Константин, наш барабанщик любимый. Костя, наш гитарист. У меня два Константина. Костя, привет. Да. Костя, кстати, приходил с тобой в январе. Да, да, да. Костя, ты помнишь, что ты приходил к нам уже? Да, конечно. Помнит, все. Мы вообще зажгли. И Семёжечка, мой любимый бас-гитарист. Привет. Как твои дела? Расскажи, как осень? Ой, вы знаете, очень активно началась осень. У нас готовится новая эпи. Вышел новый трек две недели назад. Называется «Неоновый закат». Это такой эксперимент. Вот. И плюсом у меня еще день рождения послезавтра. С наступающим тебе, да. Спасибо. В общем, очень активно. Значит, давай тогда все по порядку. Неоновый. Неоновый закат. Закат. Песня. Мы уже видели, что есть у нас трек. Да. Красивый. Да. А что с клипом? Вы знаете, клип мы сняли. Уже? Да. Но почему-то мой монтажер пропал. Ну, бывает такое. Что до этого было? Может быть, ты его как-то критиковала? Может быть. Нет. Он вообще сделал уже часть. Он прислал. Мы утвердили. Я говорю, все, давай, доделывай. И присылай. В итоге две недели у него там уже одна галочка. Я уже начинаю переживать, куда делся мой монтажер. А что за галочка, скажи? Ну, в WhatsApp. А, в WhatsApp. Вот. Поэтому, ну, я надеюсь, что он будет наслаждаться. Очень классная работа. Мы поработали в первый раз с командой Юлии Зиверт. Юлечка, привет тебе. Да, Юлечке, привет. Соответственно, очень интересные образы. Очень интересная команда. Необычные образы. Классные. Я впервые. В каком стиле это будет? Смотри, вот у меня, значит, написано «Муд видео». Вот, да. Ну, «Муд видео» — это сейчас, мне кажется, стало стильно называть клипы. В основном даже «Муд видео» почему-то на каналы и встают. Самое, что удивительное. Не знаю, вот люди собрались, сделали какой-то творческий процесс. Давайте назовем это «Муд видео». Мало ли, клип будет не очень. Что значит «Муд видео»? Как это перевести? Ну, «Муд видео» — это такая работа, мне кажется, не мега затратная в денежном плане. И в то же время это какой-то такой творческий эксперимент. Вот, ну, когда, вот, допустим, у Юлии Зиверт, я знаю, что они тоже еще «Хочу» делали как «Муд видео», как бы сборы стильных образов и никакой истории и так далее. И просто, чтобы не брать на себя ответственность такой большой работы, как клип, потому что клип — это очень серьезная работа. Вот. Они решили назвать это «Муд видео». Я тоже подумаю. Ну, ладно. Как ты думаешь, когда появятся две галочки у «Монтажера» и когда «Муд видео» мы сможем посмотреть? Ой, это такой серьезный вопрос. Я надеюсь, что на день рождения он выйдет на связь. Ну, осталось два денечка. Да, я просто обещала друзьям показать уже клип. Все ждут. То есть смотри, 3 октября будет презентация? Да, презентация, грубо говоря, клипа, да. Вот, все. Дай бог. Все, мы «Монтажеру» большой привет отправляем и вдохновение, конечно. Сейчас у нас первый номер музыкальной части концертного зала, что это будет. Это будет самая апрельская песня, которую мы сделали вместе с Андреем Звонким. Андрюша, кстати, практически весь альбом мне сделал. Тоже привет, Андрей. Большой ему привет, конечно, Андрей. Привет, Андрей. Так. И песня называется «Апрель». Поехали. Поехали. Вчера жара, а сегодня снег. Это называется «Апрель», «Москве». Вчера ты умолял, а сегодня смех. Это называется «Ты охладел ко мне». Ты говоришь со мной, но смотришь на сквозь. Мы держимся за руки, но идем в рост. И наши планы рушатся на глаза. И все идет к тому, что все идет на. Но я их глаза не поведу. Я без себя себя не украду. И у меня всегда никто не украдет. Все бывает, я знаю. Это пройдет. Это пройдет. Вчера в пуховиках, а сегодня в майках. Это называется «Пришел месяц майка». И кто с тобой наш месяц мой придет? Я знаю, не бывает наоборот. Ты говоришь со мной, но смотришь на сквозь. Мы держимся за руки, но идем в рост. И наши планы рушатся на глазах. И все идет к тому, что все идет на. Но я их глаза не поведу. Я без себя себя не украду. И у меня всегда никто не украдет. Все бывает, я знаю. Это пройдет. Но я их глаза не поведу. Я у себя тебя не украду. И у меня тебя никто не украдет. Все бывает, я знаю. Это пройдет. Но я их глаза не поведу. Я у себя тебя не украду. И у меня тебя никто не украдет. Все бывает, я знаю. Это пройдет. Это пройдет. Это пройдет. Браво! Забава в гостях у концертного зала страны «ФМ». Скажи, пожалуйста, стоит ли нам ждать апреля до того, как ты выпустишь свой первый альбом, о котором рассказывала нам еще в январе? Конечно, стоит. Может быть, пораньше. Может быть, до конца года получится. Надо подумать. Думаю. Мы на самом деле сейчас немножечко запутались в материале. Но в плане того, что бывает такое время, когда ты хочешь что-то новое. Мы сейчас ищем, и на самом деле мы решили сделать такую небольшую творческую паузу и уйти немножко в студийную работу, поискать, посмотреть стили и сделать что-то новое и необычное. Дай бог нам это получится. Смотри, у тебя есть уже много песен, которые мы знаем, которые мы любим, и ты их альбом на ней издавала. Да. А будешь? Нет, у меня была эпишка с этими треками. Вот эпишка. Да. Полноценный альбом. Назывался «Танцы». Да. Ты полноценный альбом не будешь выпускать, а будешь что-то новое сразу делать. Я думаю, что это будет тоже эпи. Тоже эпи. И это будет когда? И это будет в следующем году. В следующем году. Да. Ну, хорошо. Там песни твои или песни чьи-то? Там песни мои совместные по-разному. Ну, а вот эти перемены, чем они вызваны? Смотришь на тенденции музыкального рынка? Смотришь на то, что внутри у тебя? Я думаю, что это совокупности тенденций рынка и то, что происходит во мне. И это все вместе. Конечно же, материал должен быть востребованным и должен быть в тренде, в топе, как это любят сейчас говорить. Поэтому я думаю, что это будет, да, совокупность всего. Ты музыкой занимаешься с четырех лет? Да, очень давно. Это было в Екатеринбурге? Да. Ты же там в театре эстрады как-то работала? Да, это на самом деле такая удивительная история. Ну, как обычно бывает. Подружка меня взяла за компанию. Сказала, что вот, там идет набор, детский коллектив, Робертина и так далее. И, в общем, я пришла. Мы пришли вместе. И, соответственно, взяли меня, ее не взяли. Классика жабра. И все именно тогда. И потом меня взяли в коллектив женский. Потом наш педагог решила, поняла, что нет, она такая интересная дама. И решила сделать еще коллектив я и два мальчика. А потом она поняла, что со мной бесполезно бороться. И она повела меня в сольную сторону. И я стала, соответственно, гастролировать уже сольно. Как ребенок, малыш, все одни города и так далее. В общем, было очень активно. Как малыш успевал учиться, расскажи. Я вообще не представляю, как я все успеваю. Для меня это очень вопрос такой. Мне все говорят, как вообще я все успеваю. Я мало того, что закончила с красным дипломом школу, с двумя золотыми медалями. Потом приехала в Москву, я еще здесь, с двумя золотыми медалями закончила гнесинку ГИТИС. Я когда играла в театре, это вообще кошмар просто, честно. Слушай, а случалось такое, что ты встречалась, например, с кроватью, с подушкой, и вы как-то спала ночью? Или 24 часа в сутки? Я стараюсь спать. Как можно? Научи молодежь людей, которым сейчас там 17 лет, которые хотят вот тоже преуспеть, как, приехав из Екатеринбурга, да, из нестоличного города. Ну, хотя ЕКАД круто, мы все это понимаем. Да. Вот. И как получить в Москве два высших образования в престижных вузах? Что тобой двигало? Я очень люблю работать. Я люблю заниматься тем, что я люблю. Вот. Я люблю то, что я люблю. И я считаю, что, как модно говорить, тайм-менеджмент. У меня очень, как бы, я очень строго веду свои заметки в телефоне. Я всегда прописываю по часам встретиться там, репетиция, еще что-то. Я прям стараюсь все по времени планировать. Если у меня не запланировано, все, все идет. Парни, все так, да? Кивните, да? Да. Все. Действительно. Да, все четко у меня всегда. Ну, у нас тоже все четко, знаешь ли? Да, от разговоров к музыке срочно переходим. Что за трек? Следующая песня. Очень красивая песня. Она называется «Глаза в глаза». Поехали. Песня о любви. Вот. Раскаленными искрами Мы заложники этого пламени Отгаленными чувствами Проверяли, какой между нами мир Через ночь за мной Через сотни потерь Не теряя мгновений Буду откровенна Когда смотрю в твои глаза Я в них вижу небеса И ты знаешь навсегда Я твоя, я твоя Когда я обернусь назад Ты бежишь меня спасать И ты знаешь навсегда Я твоя, я твоя Я твоя Я твоя Навсегда Я твоя, я твоя Я твоя Я твоя Навсегда Я твоя, я твоя Вечными лабиринтами Моих откровений теряя нить Бесконечными мыслями Даже если нет, тебя в ней не забыть Через ночь сомнений, через сотни падений Не теряя мгновений, буду откровенна Когда вокруг твоей глаза Я внести же небеса И ты знаешь навсегда Я твоя, я твоя Когда я обернусь назад Ты вяжешь меня в глаза И ты знаешь навсегда Я твоя, я твоя Я твоя Я твоя Навсегда Я твоя, я твоя Я твоя Я твоя Навсегда Я твоя, я твоя Навсегда Навсегда, а-а-а, навсегда Я твоя, а-а-а, я твоя Навсегда, навсегда Что? Я твоя, я твоя Как я смотрю в твои глаза Я в них вижу в небесах И ты знаешь навсегда Я твоя, я твоя Когда я обернусь назад Ты бежишь меня спасать И ты знаешь навсегда Я твоя, я твоя, я твоя Я твоя Навсегда Я твоя, я твоя Я твоя Я твоя Навсегда Я твоя, я твоя Я твоя, я твоя, я твоя Я твоя, я твоя, я твоя Я твоя, я твоя, я твоя Прелесть, друзья Забава в концертном зале Очень красивая аранжировка Вот у клавишных какой звук Кто придумал это все? Расскажи Мы сами То есть коллегиально высадить? Нет, вообще, честно сказать Ну, как у меня друг Дима Агафонов Он сделал аранжировку И, соответственно, мы ее вот так немножечко под себя сделали Молодцы Красиво Друзья, у нас Забава не только поет Не только здесь, конечно, актерское мастерство Но и пластика Спасибо Мне показалось, что даже если бы ты сейчас отжималась от пола То дыхание бы не сбилось И ты бы так же продолжала петь Ну, честно сказать, да Я вообще очень люблю спорт И, на самом деле, для того, чтобы не сбивалось дыхание Это очень много надо работать Вот Я даже пою со скакалкой, соответственно Как самые великие наши артисты типа Бионс Они все занимаются со скакалкой на беговой дорожке И все учатся петь, чтобы не сбивалось дыхание Слушай, а что вот это за такой уникальный преподаватель Который с тобой распивается Мы же смотрим твой канал на Ютубе И там ты как раз и на скакалочке прыгаешь И пресс качай, распиваешься И что это? Кто это такой? Тренер твой, коуч? Да, это мой коуч Татьяна Шурупова Прекрасный педагог Очень строгий Поэтому, если хотите к строгому педагогу Друзья, подписывайтесь Татьяна Шурупова в инстаграме И звонки тоже может подтвердить Да, и Андрюш тоже, кстати, ходит к ней Слушай, ну а как часто надо И как вообще регулярно необходимо Чтобы быть на сцене Я занимаюсь, честно скажу, три раза в неделю У меня стабильно и спорт, и танцы Вот понедельник, среда, пятница Стабильно я хожу У меня три Кстати, в этом году меня даже выдвинули на фестиваль Не фестиваль, а чемпионат по танцам Сразу же на спортивные бальные и на современные Представляете? Я просто хожу заниматься для себя И тут мне педагог говорит Все, тебе пора Я тебе напоминаю, что тебе еще клип запускать необходимо И мы пластинку ждем Не забывай Да, я поэтому, да, хватило бы меня на все А между прочим, еще сегодня же Всемирный день вегетарианства Ты как к этому-то относишься? Я, честно, отношусь очень спокойно И к друзьям, которые в этом активны Я тоже к ним отношусь спокойно Я же люблю покушать все Вот При этом Креветки ночью, друзья Да, кстати, ночью Вот, допустим, вчера мне захотелось сало Я пошла и открыла холодильник и поела сало На ночь Поэтому я стараюсь не отказывать себе в еде Расскажи о своих театральных, киношных делах Да, о театральных, киношных Честно сказать, я ушла из театра Я очень долгое время работала у Стаса Намина Семь лет в мюзиклах Иисус Христос, суперзвезда, волосы И все наши известные мюзиклы Ушла, потому что просто невозможно совмещать это С музыкальной деятельностью А также ходить на кастинги в кино и так далее Анастас Алексеевич очень строго относился к тому, что Если артистка его театра Меняет его театр на съемки в кино Все для него это табу Соответственно, мы расстались Вот, я ушла из театра И зато у меня начался сдвиг В моей музыкальной карьере Ну, конечно, да Поэтому я считаю, что надо пока бить в одну цель, чтобы Достичь успеха В общем, стараюсь не распыляться Ну, а по поводу кино Звонит ли часто Никита Сергеевич? По поводу кино Ну, Никита Сергеевич, к сожалению, не звонит Вот По поводу кино Я сейчас очень много хожу на пробы Но пока не могу ничего сказать Ну, пока хожу Сейчас много проектов запускается Интересных и партнеры очень классные Вот Но ты же можешь все сыграть Ты даже можешь и характерную И даже убийцу можешь сыграть Я убийцу, да Убийца вообще это моя любимая роль Все-таки все, мы пошли Скажи, сложно ли играть отрицательные роли? Отрицательные роли играть сложнее всего Особенно, когда ты добрый человек Конечно же И самое интересное, что Нас наоборот учили, что Отрицательные роли нужно играть как позитивные Потому что они все фанатики Даже убийцы Они же не понимают, что они убийцы, допустим Это интересный факт Это как бы Как сказать Они, ну, не знаю Получают это удовольствие и так далее И думают, что это позитивно для них Поэтому всегда надо находить зерно Оправдывающее своего героя И сейчас преподаватели ГИТИСа нам аплодируют Говорят, не зря учили Маленькая пауза, но потом вернемся Студия 89,9 Концертный зал Друзья, на телерадиоканале Страна ФМ Продолжается концертный зал В гостях у нас Забава И ее музыкальный коллектив И сейчас следующий трек Что это будет, Алиса? Друзья, ну настало время Спеть мой первый хит Он называется «Укутаем» Дебюточка Да, я думаю, что это, соответственно, трек Который мы сделали вместе с Пашей Кравцем И он так разнесся везде по всему свету Паша там расстарался, конечно Да, он постарался Честно сказать, было удивительно Что он оказался такой лирический, романтичный Я же, что ты не верила в это? Да, обычно он А мы танцуем Я думала, что он у себя такой веселый Но нет Он, оказывается, очень романтичный Новую грань открыла в нем Итак Смотрим, слушаем, подпеваем Не отпускай меня Даже когда попрошу Я от падения сильных Твой парашют Твои сильные руки Два играться Я привыкла не бояться их Пространству глаз Горящие Настоящие Я тебя укутаю Стану рядом под полями Не отпущу тебя далеко Не посмотрю ни на кого Я тебя укутаю Под огнем и под полями Ты можешь расщитывать на меня Моя спина, твоя стена Зачем с тобой Мы убежали вперед Снова затянет Городова до ворот Как будет, не думай Не загадывай На жизнь Смотрим одинаково Взаиме Будто закаменный Время замерло Я тебя укутаю Стану рядом под полями Не отпущу тебя далеко Не посмотрю ни на кого Я тебя укутаю Взаиме Стану рядом под полями Я тебя укутаю Не отпущу тебя далеко Не посмотрю ни на кого Я тебя укутаю Под огнем и под полями Ты можешь расщитывать на меня Моя спина, твоя стена Я не знаю, что ты. Я тебя укутаю Я тебя укутаю И нам сразу стало гораздо теплее. Спасибо, что согреваешь наше сердце. Спасибо. Забава в концертном зале. И после вот этого произведения хочу тебя спросить по поводу дуэтных. В новом альбоме что-то еще будет? Что-то нам ждать? Честно сказать, я думала над этим вопросом. Пока не знаю, с кем бы я спела. Но думаю. Но есть стремление. Да, есть. Хорошо, мы дождемся пластинки. Или ты до этого нам покажешь что-нибудь? Я думаю, что мы сделаем EP. И выпустим из него пока один трек. Посмотрим, как оно пойдет. И либо это будет выпуск уже после первого трека EP, либо мы меняемся. Вот такой план. Слушай, а каверы какие-нибудь? Вот что-нибудь в этом плане? Честно скажу, мне так часто просят петь кавера. Я пока... Какой-то свой переосмыслить вообще. Да, во-первых, надо найти песню. Это такой сложный процесс, который мне бы понравился и команде. И да, с каверами пока тяжело. Какую-нибудь песню-шутку. Помнишь, был летучий корабль? Да. 40 лет назад мультфильм. Там тоже была забава. Да, «Принцесса Забава». Может быть, что-нибудь вот там как-то... Надо подумать. Подумаем. Наоборот, мы хотим... Кому, если не тебе, перепевать? Такой российской теме. А то и так меня думают, что я какой-то русский народный коллектив. Если я еще и забаву спою, то там точно мне не хватает. Слушай, ну, я так понимаю, что это имя само тебя нашло? Ты где-то говорила в интервью? Мне все говорили, да, друзья. Я просто долго думала, искала, как бы, как назвать проект. И мне все говорят, ты такая прикольная, необычная и забавная. Я такая, забава. И вот так все понеслось. Это знаки судьбы ты еще добавила. А вообще веришь в судьбу? Абсолютно. Замечаешь ли эти знаки всегда или иногда? Да, я абсолютно верю, замечаю. И вообще, на самом деле, если чувствовать Вселенную, то она работает так, как ты хочешь. И сбываются все твои мечты. И на самом деле это настолько, ну, нужно. Я стараюсь сейчас развивать в себе вот именно это чувство, подсказок и так далее. И на самом деле это работает. Как, с чего начать, чтобы развивать это в себе? Во-первых, с гармонией себя. Я просто такой человек, у меня все время, так как я весы, меня все время мотает то туда, то сюда. Я как только начала находить в этом во всем гармонию, спокойствие, сразу же Вселенная начала мне говорить, так, ты, ну, надо туда, сюда, вот так вот все подсказывать. Надо ли находиться при этом в СПА, чтобы ощущать гармонию? Нет. Я, честно сказать, не сторонник йоги, я не хожу. Я считаю, что она абсолютно блокирует, ну, как бы, какие-то лидерские качества в человеке. И для меня такая опасная тема. Я вот, честно, не боюсь заниматься йогой. Я увлекаюсь темами эзотерики, гармонии, энергетики. Да, но без фанатизма. Когда я в гармонии с собой, ты идеально. Да. В общем, то, что ты говорила в интервью. Конечно. Что тебе для гармонии необходимо, чтобы... Мне необходимо для гармонии, чтобы все шло по плану. Вот, когда все идет по плану, да, у меня все, все отлично. Как только что-то... Это твое внутреннее, или кто-то в детстве как-то подсказал? Это мое внутреннее. Не знаю. Вот я всегда... Если у меня все так, как надо, все, я чувствую в этом спокойствие, я в этом купаюсь, я знаю, что я делаю и так далее. Как только что-то туда вправо-лево, у меня сразу же начинает. Не то, чтобы я тебе указывал, но, тем не менее, сейчас у нас следующий музыкальный номер. Да, следующий музыкальный номер. Песня, которая тоже вышла недавно. Я написала совместно с моим другом-автором. Для всех мужчин, от всех любящих женщин. Какая прелесть. Эта песня на ура заходит на всех моих выступлениях. Девушки у меня танцуют до упаду, мужчины вообще танцуют везде. Вот, она называется «Мужчина для счастья». Прелесть. Да. Под кожей, под кожей Я чувствую твои царапины. Все сложно, но все же Тобою мысли все украдены. Мы врываемся в этот город, Я на заднем шепчу тебе сказки. Унесенные вето двое Ощущаем на кончиках пальцы. Ты мой мужчина для счастья, Мужчина для лампи. Ну, сколько не прячься, От чувствов не уйти. Любовь, как искусство, Чувствуй, не спеши, Не спеши. Ты мой мужчина для счастья, Наркотик покажу я. Ты мой вздаться, И ты хочешь тоже. Давай не бояться, Сделаем шаги. Раз, два, три. Ты близко, так близко, Я чувствую твое дыхание. Сгораем мы искры, Как шелк нежны твои касания. Давай музыку сделай громче, И поедем навстречу за кадром. Мне так дышать все только ночью, Как звезды, и ты со мной рядом. Ты мой мужчина для счастья, Мужчина для лампи. Ну, сколько не прячься, От чувствов не уйти. Любовь, как искусство, Чувствуй, не спеши, Не спеши. Ты мой мужчина для счастья, Наркотик под кожу я. Думаю сдаться, И ты хочешь тоже. Давай не бояться, Сделаем шаги. Раз, два, три. Ставьте! Ты мой мужчина для счастья, Ты мой мужчина для счастья, Счастья! Ты мой мужчина для счастья, Счастья! Ты мой мужчина для счастья, Мужчина для любви. Ну сколько не прячься, от чувствов не уйти Давай не бояться, сделаем шаги Ты мой мужчина для счастья, но котик под кожу Я сумму остаться, и ты хочешь тоже Давай не бояться, сделаем шаги Раз, два, три Друзья, мы делаем эти шаги с большой радостью и забавой Концертный зал продолжается, спасибо тебе огромное Вообще, сложно ли управлять мужчинами? Расскажи Мне очень легко, я так люблю работать с мужчинами, честно Я только сейчас поняла, у меня просто до этого была директор девочка А до нее был мужчина, и с мужчиной мне было полегче работать Не знаю, я прям так люблю мужчин, ну в хорошем смысле слова Во всех смыслах слова, почему? Да, в хорошем, да Вот, я прям, не знаю, может быть В расчет того, что у меня такой сильный характер Может быть, поэтому мне нравится очень мужской пол Вот По поводу сильного характера Может быть, ни сегодня, ни завтра, ни через год Но когда-нибудь Есть ли у тебя замыслы, что-нибудь сделать такое продюсерское? Ой, это очень интересно, мне так нравится эта тема, честно скажу Я думаю, что если я, дай бог, достигну успеха И буду где-то на Олимпе и так далее, я с удовольствием хотела бы этим заняться Мне это действительно интересно, я очень такой креативный человек И я люблю создавать, находить, все время кого-то учить И учить вообще люблю всех Вот, за то, что, да, весы, великий дипломат и так далее Я прям с удовольствием Чему бы ты учила вот сейчас? Вот, может, почувствуешь уже? Вот, честно сказать, это тоже очень хороший вопрос Потому что сейчас очень непонятная молодежь Так Она сейчас в себя прибавила громкость в стране ФМ Расскажи что-нибудь еще про них Нет, честно сказать, я пока пытаюсь ее понять Потому что то, что происходит сейчас и в кино, и в музыке, и в театре Это какая-то революция Честно Но ты же тоже в ней участвуешь Да, я в этом Кино, и театр Да, я тоже в этом участвую Я как раз пытаюсь в этом найти свою революцию Что для меня значит сейчас в это время она Вот И, честно сказать, очень интересное время В связи с тем, что сейчас появился и ТикТок И всякие такие интересные штуки, как лайки Я наблюдаю за тем, что делают дети И, конечно, у меня появляются к этому вопросы Но это наша молодежь Поэтому надо у нее, как сказать, учиться И что-то сделать интересное В общем, как-то по культурным делам молодежи ты бы занималась Да, по культурным, я думаю, что да Я взялась бы за молодежь Хоть кто-то бы уже взялся за молодежь Это буду я Слушай, ну а по поводу музыки Людей, которые, может быть, только-только начинают Что-то тебе нравится, может быть, ты слышала, где-то видела Из того, что сейчас происходит, да Я просто безумный фанатик нереальной певицы под именем Дуа Липа Я просто, я не знаю, с ума схожу по этой артистке Я считаю, что в этом есть как раз Именно революция этого, что сейчас происходит Абсолютно модная, интересная Дерзкая, кайфовая С изюминкой, с юмористической Какая-то такая комедийный образ Ну, это прям совокупность всего того Что сейчас, мне кажется, в топе, как люблю говорить Ну а кино и театр, смотри Ну там же система Станиславского Все серьезно Как могли сдвинуть это чуть-чуть? Или не сдвигали? Что-то просто поменяли? Я, к сожалению, сейчас Я очень много, кстати, общаюсь До сих пор дружу с педагогами из ГИТИСа И говорят, что, к сожалению, очень все плохо На смысле того, что очень мало талантливых ребят Из-за того, что обучение все стало платное И это стоит очень дорого Платное где? Везде Ну, в ГИТИСе, везде Допустим, среди творческой профессии А, то есть платят те люди, не самые способные Получается, берут только те, кто может платить По сути Ну, соответственно, как там, я не знаю Я не ходила, я раньше очень много была Она диплома специальной Я уверен, что сейчас в Министерстве культуры Твои слова взяли на карандаш Что-то, возможно, изменится Здесь все, и меня прикроют Из этих слов В Министерстве образования тоже что-то взяли на карандаш Ну, давайте будем развлекаться У нас же еще и музыка есть, не только разговоры Что дальше? Следующая песня у нас тоже очень веселая Она... А, нет, у нас не веселая песня У нас сейчас будет, по-моему, лирика, да? Неоновый закат? Да, у нас неоновый закат, друзья Это новая песня, премьера Сейчас в вашей студии Ура! Ура! Вот, так что послушайте первыми Спасибо Детибеллы наполнены дымом Неоновый берег Наша молодость пьяная стерва Наша молодость диска премьер День раздит от действия света Чувствую, как Нас уже нет Среди галакти Эти планеты с тобой Неоновый закат Так громко музыка Мы растворялись, танцы Знает только луна Неоновый закат Так низко демента Мы растворялись, танцы Знает только луна Неоновый закат Так громко музыка Мы растворялись, танцы Знает только луна Неоновый закат, так громко в музыках Мы растворяли станции, знает только луна Наши безумные устройства шумы Когда мы горим, выключается музыка В небе огни заплетенные в узел Уносят нас дать, забирая последние силы Какие мы все же красивы Среди неона и дыма Эта ночь для нас будет летная Неоновый закат, так громко в музыках Мы растворяли станции, знает только луна Неоновый закат, так громко в музыках Мы растворяли станции, знает только луна Неоновый закат, так громко в музыках Мы растворяли станции, знает только луна Неоновый закат, так громкая музыка Мы растворяли станции, знает только луна О-о-о-о, о-о-о-о-о, о-о-о-о-о-о О-о-о-о, о-о-о-о, о-о-о-о-о-о Неоновый закат, так громкая музыка Мы растворяли станции, знает только луна Неоновый закат, так громкая музыка Мы растворяли станции, знает только луна Неоновый закат, так громкая музыка Мы растворяли станции, знает только луна Неоновый закат Так громко мужика Мы растворялись Танцы, знали только луна Только луна Как появилась эта песня? Он прислал Неоновый закат Он прислал песню Соответственно Мне очень понравилось то, что Трек очень молодежный И близкий к детям И на самом деле Я никого не спрашиваю Я купила эту песню Сказала, все, я буду ее пить И вот так вот она родилась Куда тебе можно написать? Если у кого-то из зрителей Слушателей страны FM Есть такие же классные песни Можно написать, соответственно Забава, собака, gmail.com Ты все просматриваешь, да? Я все смотрю Да, поэтому присылайте Лично я все смотрю Сейчас какие песни нужны? Скажи, медлячки, быстрые, рэп, хип-хоп Что сейчас хотелось бы тебе? Сейчас я хочу найти какой-то лиричный трек Вот, очень интересно Поэтому если у кого-то есть Медленная интересная песня Присылайте, я с удовольствием послушаю Ну и мы, конечно, ждем клип на эту песню Да Как только из неонового заката вернется монтажер Дай бог Доделает И все это, ну, надеемся, что будет через два дня, да? Да Очень стильно, очень модно, интересно Новая команда Я думаю, что это будет новая я И новый интересный продукт Мы предвкушаем По поводу дня рождения Как вообще привыкла ты отмечать свои дни рождения? Значит, дни рождения я люблю отмечать очень ярко Я очень, так как я забава, я очень позитивная Девчонка Вот И я всегда зову очень много друзей И обычно это просто какой-то фейерверк радости, эмоций, тостов Это ты уже сценарий четверга рассказываешь нам или что? Да Ну, небольшие нюансики Раскрываю секретики Вот Соответственно, я люблю, когда вокруг меня очень много друзей И приходят все и поздравляют, и танцуют Я вообще, на самом деле Даже день рождения, по сути, часто делаю не для себя Я люблю дарить праздник людям И поэтому, когда я вижу, что все веселятся и радуются вместе со мной Это такой кайф Вот я просто не представляю Когда у тебя день рождения, многие говорят Я так не люблю отмечать, я так хочу побыть один Я думаю, господи, это единственный раз в году, когда ты можешь собрать всех, оторваться И вообще подарить просто себя, свою энергию всем Ну, это такой кайф Скажи, самые, может быть, необычные для тебя места, где ты отмечала свой день рождения? Самые необычные места По-моему, таких мест не было Какие-то события, может быть, куда-то, какое-то место было в городе, не обязательно куда-то далеко географически уезжать Честно сказать, у меня была мечта когда-нибудь отметить день рождения в Париже Но не в этот раз Но пока мое, как сказать, желание быть в кругу друзей и дарить всем праздник, оно выше, чем быть в одиночестве в Париже Это из семьи идет, как у тебя, или из тебя? Из семьи у меня идет музыкальная сторона У меня папа играл на барабанах у Чечериной Вот, музыкальный человек Очень Мама у меня дизайнер Поэтому, видимо, оттуда вот у меня вся эта музыкальная сторона Какая из твоих песен у них самая любимая? Что говорят? Самая любимая, конечно, Укутаю Вообще, они все песню любят Но Укутаю это прям По поводу Укуты, когда она появилась, ты сразу почувствовал, что это будет хит? И умеешь ли ты чувствовать? Честно признаюсь, песня существует уже очень давно Мы выпустили даже... Там много версий было Да, было много версий клипа И все говорили, что на радио и везде, что очень интересный, классный трек, хитовый Но вот чего-то не хватает И спустя четыре года, я думаю, что не хватает там Мужского плеча Вот он И когда появилось плечо Вот тогда песня, конечно, заиграла и пошла в люди Отшлифовали бриллиант, как говорится Да Придали огранку Друзья, маленькая пауза, но потом мы вернемся в студию Страна ФМ Студия 89,9 Концертный зал Дамы и господа, забава в концертном зале телерадиоканала Страна ФМ У нас на очереди следующий трек Алиса, что это? Да, это самый-самый танцевальный заводной трек нашей банды Так Который называется «Танцы» Я надеюсь, что все сейчас встанут, поднимутся в своих рабочих мест И будут танцевать вместе со мной и с моей командой Ну или хотя бы в машинах вот так немножко подвигаются, если где-то кто-то за рулем У-ху-ху! Тарам-тарам-ды 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 Просто все просто, к черту вопросы Останься танцы, танцевать со мной Тарам-тарам-тарам-де Просто все просто, к черту вопросы Останься танцы, танцевать со мной У-ху! В тишине как-то не так Только за тактом такт Весь мир говорит мне в ритме Танцы, танцы, бать На ноги ракеты, кеды В руки билеты в лето Следующая станция Танцы, танцы, бать с тобой Просто все, просто К черту вопросы Останься танцы, танцы, бать со мной Просто все, просто К черту вопросы Мы будем танцы, танцы, бать с тобой Танцы, танцы, бать Мы в синхроне Все в гипнозе На полном серьезе Замороченных разморозен Не держи дистанцию Комплекс, седан, здесь танцы Берите мир положительный И мы будем танцположителями В голове ветер, ветер Танцы, танцы, бать с тобой Ой, да Если вам, друзья, лень идти на Зумбу Идите на концерт Забавы Там тоже танцы Приходите По поводу концертов Давай расскажем, где что, когда По поводу концертов Ближайший концерт будет у меня 19 октября В Волгограде Ух ты, на юга Дорогой Волгоград Да, очень жду всех Ньюс Пап Такое прекрасное заведение Вот, потом будет еще в Тюмени И в Москве У меня будет, соответственно, в четверг Руки вверх баре Забавная пати Ну вот, мои команды На забавной пати Можно ли приходить? Конечно Закрытые Обязательно, дорогие друзья Вы можете зайти на сайт Бара Руки вверх И там, соответственно Купить билетики На мое выступление Во сколько начало? Начало в 8 вечера Всех жду Все, приходим Поздравляем Да Забаву с днем рождения Приносим цветы Цветы, морец Очень люблю цветы Какие твои любимые, кстати, люди заслушают Мои любимые цветы Я буду банально красная роза Приносите Да Говорите красивые слова Между прочим Вот когда люди говорят комплименты Для тебя это важно? Или ты внутри настолько В себе уверена, что Я такая стеснительная в этом плане Честно скажу Я, конечно, приятно Когда тебе говорят комплименты Но я всегда настолько Фанатик Чтобы все было Мега круто Что у меня всегда Все время Так, вот тут не так Это не то Я все время Перфекционизм Да, да Жуткий Вот, поэтому Конечно, хорошо Когда тебя хвалят И говорят Что-то приятное У тебя уже несколько образований Сейчас ты что-то изучаешь В настоящее время Чему-то учишься Сейчас у меня появился такой интерес Я профессионально начала заниматься визажем Вот И начала ходить тоже к мастеру Именно как красиво краситься и так далее И мне это тоже очень-очень нравится Ну, это как-то будет Где использоваться? Для себя? Для сцены? Везде, конечно Для сцены Именно очень удобно Когда ты ездишь на гастроли По сути, тебе никто не нужен Только ты И все И косметика И, соответственно Я сама могу себе сделать Классный, клевый макияж При том, что я так не люблю Когда это все происходит очень долго Я быстренько Тын-дын-дын Уже все знаю Что мне подходит и так далее И, соответственно Я быстренько накрасилась И в эфир И на концерт Гастрольная жизнь для тебя Она интересна Она утомительна Как себя чувствуешь? Гастрольная жизнь Конечно же Это очень интересно Но в то же время Приезжаешь в Москву И немножечко нужно отоспаться Прийти в себя Отдохнуть Все устают Поэтому Потом со временем Ты относишься к этому Как к работе И так Ну, а Чтобы восполнить силы Понимаешь Кто-то, например В зале работает Выступает И набирается энергии публики И отдых человеку В общем-то Не особо нужен А кто-то Мне вот надо После концерта Побыть в одиночестве Как-то вот там 40 минут Чуть-чуть У тебя какая стратегия? Мне побыть не нужно У меня почему-то Только все начинается После выступления И меня так тяжело Остановить Это начинается Все веселье Караоке Все, едем туда-сюда У меня сразу же начинается Какое-то Безудержное Веселье И радости Вот Я думаю Что со временем Наверное Я успокоюсь И после выступления Я приеду В свой домашний очаг Спокойненько сяду Налью бокальчик вина И буду писать песню И буду писать песню Пиши Исполняй Снимай клипы И приезжай Во все города Нашей необъятной страны Нашего мира Приезжай с гастролями Спасибо Друзья Забава В концертном зале Страны ФМ Огромное спасибо ребятам Музыкантам Спасибо вам Что пригласили нас Как всегда Вы прекрасны И следующий у нас Финальный уже трек Что это будет? Да, завершающая Это песня Которая Конечно же Стоит у вас в ротации Вот Ваша любимая песня Она называется Миг Ура Заката лучи Огняли пески Наши следы На мокром песке И скоро Их смоют волны И скроются Тонут За горизонтом Дни Одиннадцать цифр Имена лески Что если ты Никогда уже На времени Обратный рейс Потеряв билет На миллиарды лет Продлим Бесконечно долгий миг Бесконечно долгий миг 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 О-о-о-о Сейчас и здесь Только сейчас И здесь Ты ощутишь Что счастье есть Ведь счастье Это бесконечно долгий миг Сейчас и здесь Только сейчас И здесь Ты ощутишь Что счастье есть Ведь счастье Это бесконечно долгий миг Бесконечно долгий миг Бесконечно долгий миг 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 Мир Время и дата Миг Миг Бесконечно долгий миг 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 Мир Миг 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 О-о-о-о.. Друзья, мы были счастливы прожить в ее компании целый час. Забава! В концертном зале страны ФМ. До новых встреч. Спасибо. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо!